Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. И я его ведущий, Анатолий Червец. Сегодня у нас выдалась уникальная возможность получить добавочных почти полчаса для нашего шоу, так как очень много есть о чем поговорить, рассказать, обсудить. Поэтому у нас немножко такое время неурочное. Но, тем не менее, рад быть с вами. Конечно же, все участники нашего шоу – это вы, люди, дозвонившиеся в нашу студию 847-400-5200. Вы нас можете видеть на страничке веб-сайт radioNVC.com, на нашем канале YouTube RadioNVC. Зайдя на наш канал, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe, если вы еще этого не сделали ранее. И также вы можете нас видеть и слышать на нашей страничке Facebook RadioNVC. Ну, вроде бы все атрибуты начала программы выполнены, поэтому мы можем начинать. И начать эту программу я бы хотел с небольших объяснений того, что происходит сегодня между Конгрессом США, вернее, его комитетами этого Конгресса и администрацией президента, включая президента самого. Я знаю, что те, которые следят за новостями, очень многие слушаете эти новости постоянно и примерно представляете себе то, что происходит. Но очень многие, так как просто нет времени слушать новости и следить за ними каждый день, по несколько раз в день, создается такая немножко непонятная картина, каша в голове о том, что происходит, что могут делать, может делать Конгресс, что Конгресс не может делать. Мы получаем очень много информации из разных источников. И, конечно же, есть некоторые источники, которые направлены больше в сторону Демократической партии и их программы, другие источники, направленные в сторону Республиканской партии. И вот где же все-таки, как же найти истину того, что происходит сегодня? Для того, чтобы действительно найти истину, для этого нужно получать источники из средств, которые пользуются законами Конституции. Только так вы сможете понять, что же входит в компетентность комитетов в Конгрессе, что входит в компетентность администрации и так далее. То есть, мы все знаем то, что у нас есть, в нашем правительстве есть три ветви правительства. Это, как сказать по-русски, законодательная власть, исполнительная власть и учредительная власть. Ну, давайте сделаем так. Значит, у нас законы, вообще-то, создает, конечно же, Конгресс. И вот эта власть называется законодательной. Наша администрация президента, причем неважно, кто бы ни был у власти, кто бы ни был в кресле президента, эта власть называется исполнительная. То есть, вот что Конгресс постановил, вот то, вот этим законам должна следовать исполнительная власть, исполнять эти законы. Теперь мы оставим на секундочку Министерство юстиции в стороне пока. Почему? Потому что сегодня тяжбы происходят между комитетами Конгресса и администрацией президента. Теперь, хочу вам дать некоторые значения понятий, для того, чтобы вам было легче, те, которых интересует, что же все-таки происходит, я имею в виду в новостях и вот информация, которая поступает, вы должны понимать значение некоторых фраз или слов, или словосочетаний. Например, есть такое понятие, как separation of powers. Что это значит? Это значит, что каждая ветвь, которых три, не имеет права превышать свои полномочия. То есть, каждая ветвь отвечает за свои действия, которыми их наделила Конституция Соединенных Штатов. Поэтому есть такое понятие separation of powers. Дальше есть такое понятие, как executive privilege. Что такое executive privilege? Это, во-первых, мы знаем, что executive branch нашего правительства, это офис президента США и администрация президента. Так вот, если президент или кто-то в администрации президента считает, что какая-то оставшиеся две или кто-то из оставшихся двух ветвей правительства превышает свои полномочия, вот executive branch, то есть руководящая ветвь, имеет право использовать так называемую executive privilege, то есть отказать той ветви правительства, которая превышает свои полномочия. Теперь, следующее понятие или словосочетание, которое мы слышим, это мы очень часто и много, и чуть ли не каждый день слышим такое слово, как impeachment. И многие из нас, из вас, из людей, которые слушают новости и так далее, очень многие не понимают смысл понятия impeachment. Вы думаете, что impeachment – это вот президент совершил какое-то криминальное преступление, причем я знаю, почему вы так можете думать, потому что вы на вашем жизненном опыте, вы слышали о двух импичментах. Один – это импичмент президента Никсона, и второй – это импичмент президента Клентона. И в одном, и во втором случае считается, что президент, оба президента совершили изначально какое-то действие противозаконное, которое в дальнейшем, ну, вышло вот в виде импичмент, то есть, типа, вот у меня доверие и так далее. У нас есть звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, господин Червец. Могу вас уверить, что в ближайшее воскресенье некий филолог, лингвист, философ и прочий литературовед расскажет нам с точностью до атомов, что означает слово импичмент. Это скела-чебаб такой есть у нас в общине. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо, Вадим. Ну да, я тоже вот жду и не дождусь. Но неважно. Каждый занимается своим делом, своей работой. Так вот, импичмент не всегда используется только в тех случаях, где президент нарушил какой-то закон. Причем для тех, кто не совсем помнит, что произошло с президентом Никсоном. То есть, там было очень интересно. Представители президента Никсона проникли, украли документы и так далее. Ну, в общем, в принципе, это неважно. Я не хочу сейчас забивать вам голову тем, что произошло. Это не моя задача. Моя задача просто, чтобы вы понимали, о чем сейчас вот эти все толкие разговоры и так далее. Так вот. Ну и да, в случае Клинтона тоже. Он изначально, вы все знаете, что произошло в его отношениях с Манекой Луэнский. И когда у президента Клинтона спрашивали на слушаниях в Конгрессе и в Сенате, когда у него спрашивали, были ли вы в интимной связи с Манекой Луэнский, Клинтон полностью отвечал отрицательно. Нет, не был. До тех пор, причем он это делал под присягой, до тех пор, пока не всплыло всем известное злосчастное платье самой Манеки со следами биологического вещества президента Клинтона. И вот тут все поняли, что Клинтон соврал под присягой. И тут же республиканцы начали процесс импичмент, и, опять же, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Только от того, что президенту объявляют импичмент, это не значит, что он обязан уйти из офиса или его кто-то пытается выдвинуть из офиса. Не смотрите, например, с президентом Никсоном. Почему Никсон ушел до того, как ему был объявлен импичмент? Там произошла такая ситуация, где республиканцы просто ему сказали, послушай, мы за тебя бороться не будем. Поэтому, если демократы решат тебе объявить импичмент, они тебе его объявят, и они будут подавать на то, чтобы тебя убрать из офиса, и мы за тебя стоять не будем. И поэтому Никсон решил, что ему лучше подать в отставку самому до того, как его выдворят из офиса. Так? Теперь. В отношении с Клинтоном ему объявили, ему был объявлен импичмент, но его из офиса не убрали. Наоборот, вот после того, как ему был объявлен импичмент, и, казалось бы, его политическая судьба предрешена, его рейтинг вскочил почти на 20 поинтов. Он всегда имел политический рейтинг где-то в районе 53-54%. Его рейтинг поднялся, если я не ошибаюсь, и прошу вас, не надо ловить меня на слове. Почему? Потому что я не пытаюсь запомнить все с точностью до последней точки. Его рейтинг вскочил примерно на 20 поинтов. То есть, был где-то в районе 70, чуть-чуть больше, может быть, 72%. Понимаете? То есть, это несмотря на то, что республиканцы объявили импичмент президенту. Поэтому. Кстати, президент очень быстренько подсуетился, и для того, чтобы это все дело как-то замять-забыть, он полетел, ну, не он сам, а была совершена бомбардировка Ливии. И, в общем, это все было очень таким интересным политическим решением. И вот это решение все-таки принесло ему вот такой результат в рейтинге. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Во-первых, я хотела небольшое дополнение сказать. Пожалуйста. Во-вторых, что президент обязан выполнять законы, которые выдвинул Конгресс. Да, если он их подпишет, потому что он имеет право их не подписать. Это первое. А во-вторых, вот про рейтинги эти. Вы знаете, когда одна из партий контролирует все средства массовой информации практически, в данном случае 97% контролируется одной партией, так называемой демократической, то, естественно, рейтинги там зашкаливают. У Обамы и так далее. У Сталина зашкаливали рейтинги. У всех, в общем-то, диктаторов зашкаливали рейтинги. Так что наша страна оказывается в этом плане такая же тоталитарная, как и Советский Союз практически. Поэтому рейтинги такие вот высокие у этих так называемых президентов. А в то же время у хороших президентов, например, у нашего. Посмотрите, что творится. Поэтому это как бы непоказательно. Спасибо большое, Мария. Но я не буду с вами спорить. Я вам просто приведу один небольшой пример, а вы для себя решайте сами. Значит, во-первых, по поводу того, что президент не обязан выполнять законы до тех пор, пока он их не подпишет. Давайте разберемся тогда сразу, поставим точку. Я очень не люблю. Одна из причин, почему я вчера спорил с Алексеем, не потому что я его не уважаю. Я Алексея уважаю абсолютно безоговорочно и без всяких даже сомнений. Но мне очень важно, что когда идет разговор о политике, чтобы сведения, которые поступали, чтобы это сведения были точными. Поэтому вчера я немножко поспорил с Алексеем, потому что то, что он сказал по поводу того, что подадут в суд на президента, там Сапина и так далее, это было немножко неточно. Теперь, в отношении того, что вы сказали, Мария, вы понимаете, президент... Значит, давайте разберемся, что такое закон. Во-первых, закон не является законом до тех пор, пока его не подпишет президент изначально. Поэтому, если это уже закон, то его должны выполнять все. Окей? Поэтому, давайте разделим. Есть понятие о биле, который обговаривается, который предлагается. И потом, для того, чтобы этот биль превратился в закон, он должен быть сначала принят в Конгрессе, потом он должен быть принят в Сенате, потом он должен быть принят президентом, подписан, и вот тогда он становится законом. Поэтому, если вы называете то, что закон есть закон, то его президент обязан исполнять, потому что он его уже подписал. Раз. Теперь. В отношении того, какие рейтинги. Кроме того, что рейтинги или polls производятся средствами массовой информации, есть очень много независимых компаний, которые занимаются так называемыми polls. Допустим, есть такой пол, как Расмуссенпол, никакого отношения не имеют к средствам массовой информации. Ну и так далее, я не буду сейчас перечислять. Опять же, это не моя задача забивать голову пустяками. Но, кроме средств массовой информации, еще есть очень много организаций, которые занимаются рейтингами президента. Так вот, именно базируясь на общем понятии, выводится какой-то более-менее средний показатель рейтинга того или другого политика, президента и так далее. Поэтому, да, средства массовой информации могут составлять общественные мнения, но их опросы не считаются точными. Именно потому, что, конечно же, существует так называемая склонность или наклонность в ту или иную сторону, то ли к республиканцам, то ли к демократам. Поэтому, средства массовой информации создают мнение общественное, а уже потом вот это мнение опрашивается, и в зависимости от опросов производится вот это общественное мнение. Теперь, сказать, что вот эти опросы являются истинной высшей инстанцией, опять же, мы не можем. Свидетельством этому результаты выборов 2016 года, где все показатели говорили о том, что, конечно же, победит Хиллари Клинтон. И, тем не менее, когда произошло голосование, все-таки, слава богу, победил президент Трамп. Поэтому, согласен со всеми теми, которые скажут, но это же, эти полы ничего не значат. Ну, прошу прощения, они, конечно же, не являются истиной, но они примерно дают понять, в каком состоянии находятся наши взгляды, наши чувства и так далее. Ну, поэтому, но в остальном, конечно же, я с вами согласен, Мария, что действительно есть вещи, которые президент обязан исполнять, вернее, законы. И, конечно же, средства массовой информации полностью создают общественное мнение, как в одну, так и в другую сторону. Так что тут без вопросов. Но, возвращаясь к понятию импичмент, президент Клинтон был импичт, но не перестал быть президентом. Поэтому, все то, что вы сейчас слышите, что демократы пытаются сделать все для того, чтобы импичтый президент, поймите простую вещь. И, да, это, допустим, допустим, не дай бог, вот они все решат его импич. Для того, чтобы его импич, это не просто желание демократов. Для этого должны подписаться под этим делом не только Конгресс, но еще должен подписаться Сенат. Так вот, самое интересное то, что, если мы даже оставим тот факт, что большинство в Сенате принадлежит республиканцам, и республиканцы не хотят импичмента Трампа, то даже в Конгрессе, не все в Конгрессе будут голосовать за импичмент президента. Поэтому, не так это все просто, придумать хочу импич и это сделать. Поэтому, ну и тем более, конечно же, даже если каким-то чудом абсолютным в Конгрессе решат, что да, давайте его импич, это дело попадает в Сенат, и в Сенате, имея большинство, я не думаю, что хотя бы один республиканец подпишет себе политический приговор и проголосует за импичмент президента Трампа. Поэтому, все то, что касается импичмента, это много, как говорится, шума из ничего. Это просто тот политический, так называемый, talking point. То есть, это, ну вот, разговорная речь о том, что вот давайте, давайте, давайте. Теперь, дорогие друзья, давайте мы действительно прервемся на рекламную паузу. Я вижу, что у нас есть звонок. Пожалуйста, либо оставайтесь на линии, либо перезвоните после рекламы, а мы уходим на рекламу. Продолжение следует...